сегодня я вам расскажу про хлам кто ну хлам это плохо вы уже понимаете да я вас не буду учиться учить вас убираться дата что-то разложите все по порядку все это отдельно будет лекция не от меня наверное убираться конечно хорошо но мы сейчас не об этом мы поговорим о том кто живет в этом хламе дорогие мои вы знаете что в каждом хламе живут существа и существа далеко не высокого порядка вы сейчас скажете да знаем знаем пошел я убираться подождите я опять не об этом когда вы возьмете подойдете к своему захламленному шкафу я сейчас говорю сразу вспомнила про свою гардеробную который тоже надо разобрать и увидите что там творится я тоже сразу вспомнила что творится у меня вы что думаете у меня все идеально у меня тоже там творится ну вот вы вспомнили про свой шкаф где что-то творится может быть это шкаф с книгами может быть это шкаф с одеждой может быть это шкаф даже с игрушками, но там что-то творится. А может быть, это вообще не шкаф, а стенка какая-нибудь, или кухонная мебель, ну, неважно что, но там у вас хлам. То есть все вот так вот, все не по полочкам, непонятно, где чего лежит, и чтобы что-то найти, нужно все вытащить, возможно, а потом затащить назад. Ну, в общем, у вас там хлам, и для каждого хлам будет нечто свое. Лежат там вещички такие, лежат пылятся, вы туда не лазите. Да как туда лезь, потому что, чтобы что-то найти, это вообще с ума сойдешь. Вы ждете удобного времени убраться, и каждый раз думаете, где же будет эта мотивация на уборку. Наконец-то у Алены Полыни вышло видео, и я пойду убираться. Подождите, опять не о том. Дело в том, что когда мы берем вещи, которые у нас захламлены, то есть лежат давно, ими никто не пользовался, или лежат вот так, вот так, вот так, вот так, а не аккуратно, там, как я сказала вначале, живут определенные существа. Это их дом. Посмотрите на муравейник. Если вы сейчас разрушите муравейник, что начнется? Начнется паника. Муравьи начнут хаотично бегать, что-то пытаться собрать и спасти свою матку. То же самое произойдет здесь. Когда вы возьмете вот эти вещи, которые у вас в хламе, и начнете разбирать и как-то раскладывать, вы растормошите этот самый муравейник, где живут отнюдь не муравьи, а зазлобленные существа низкого порядка. Что же делать? Я вам сейчас не предлагаю ставить хлам таким, какой он есть. Конечно, нужно убраться. Мне тоже, кстати, надо убраться. А нужно правильно убраться так, чтобы вот эти вредители не навредили вам, когда вы разворотите это осиное гнездо. Берете полынную палочку. Это может быть полынь, можжевельник. Это могут быть специальные травы для воскуривания от негатива. В магазине Кудеса Чудеса и в Косом Переулке они есть. Немножечко рекламы. Мне никто не платит, потому что магазины мои. А вот, значит, берете вы, воскуриваете их и обязательно ставите рядом с тем местом, где вы убираетесь. И обязательно открываете окно. Это обязательно. То есть открываете окно, воскуриваете палочки и начинаете убираться. После того, как вы убрались, вы увидите большую разницу. Если вы до этого когда-то разбирали хлам, без окуривания и открытого окна, вы разницу большую увидите. После этого, когда вы все разобрали, вы обязательно идете и моетесь сами. Это очень важный момент. Очень часто после уборок возникают состояния, человек заболевает, начинают какие-то неприятности или даже ссоры и раздоры дома. Это вызывает как раз те негативные существа. Они, кстати, потом опять построят свой муравейник, свой хлам, если вы не окурите все это дело. Поэтому обязательно у вас должны быть палочки для окуривания от негатива. Можжевельник, полынь или те палочки, которые вам порекомендуют в магазинах, спросите, что вам нужно именно от негатива. Увидимся!